Здравия желаю, дорогие друзья! С вами Реваз! Добро пожаловать в нашу новую 44 серию пути от бомжа до лидера полиции. На сегодняшний день мы с вами находимся до сих пор на звании полковника организации городская полиция 9 ранг подразделения ДПС. Лидер, который сейчас находится у нас в организации, его срок закончится буквально через неделю. И вот именно тогда мы либо пойдем на обзвон, если он не отстоит данную лидерку, либо он им ее передаст. И тогда наш путь, спустя довольно-таки немаленькое время, подойдет к концу. Посмотрим, что будет, а пока что сейчас у нас вот спецоперация в порт, делаем построение, готовимся. Так, все, прыгаем в машины и давайте потихоньку выезжаем. Отправляемся в порт. Так, все, прибыли в порт, давайте, нам сейчас необходимо помочь военным. Сотрудники ФСБ, но даже ГУИВД уже здесь. Наши ребята сейчас тоже вот подвалят. Как и всегда, дожидаемся корабля, разгружаем боеприпасы и охраняем. Предотвращаем различные нападения бандитов. Через 5 минут будет корабль. Так, это, конечно, хорошо, что у нас там поездимым наградам, давайте посмотрим. Двадцать второй день, скин Картман. Че-то я про отъездные награды вообще позабыл. Забрал данный скин, давайте посмотрим, что у нас здесь. Оба-на, военный билет за восьмой день, скин Хованского, маска Шрека, чиптюнг Стрэйш 2, винилы, диски, Тойота АЕ-86 какая-то. Ну а также данный скин. Так, все, корабль прибыл, давайте его разгружаем. Забираем материалы и загружаем военный вертолет. Давненько что-то на самом деле не было нападения бандитов, что-то не приутихли. Так, здесь по идее все забрали, давайте проверим еще там. Да, все, тоже вот пропылесосили, корабль уплывает, итого суммарно двадцать семь тысяч материалов. Спецоперация была окончена. Так, а ну-ка иди-ка сюда, ты посрек, он лихачит. Йо-йо-йо-йо, что ДТП не создал? Гонщик, да, правильно говоришь. Остановитесь! Или мы откроем огонь, не. Моя интуиция подсказывает мне то, что по-хорошему здесь не получится. Продолжаем за ним погоню. А ну-ка стоять. Стой, 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 да стой, стой, давай, 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 давай. Опа, потушил походу, давайте, дальше за ним. А ну-ка стоять, ловить гада, живым. Мда, кто бы сомневался, взял и просто офнулся. Выдаем давайте розыск этому говнюку. Находится он аж в этого. Ну ничего, сейчас найдем. За то, что он офнулся от ареста, никакой пощады ему не будет. Опа, данный игрок потерялся, зашел в какой-то интерьер. Ну ничего, никуда от нас не едется, мы его еще обязательно поймаем. Ой-ой-ой, что это за лихач такой? А ну-ка давайте прижимайся к обочине. Куда пошел, тачку ремонтировать, да? А ну-ка стой. Эй, остановить заразу! Да как он едет, мы же его потушили! Куда он поехал на своей Бугатти, е-мое, что это? Да, капец такой неадекватный. Не, ну догнать Бугатти это не под силу, само собой нам. Боже мой, как это вообще поймать? Взял и уехал просто в поля. Ой-ой-ой, ты что это? Аккуратней давай. Еще один, а ты что сюда выехал-то, а? Что, по своей полосе не можешь ехать? Работягу трогать не буду, от тобой займусь. Так-так-так. Можете, пожалуйста, показать свои документы, паспорт? Держи. Можете, пожалуйста, выйти из машины и открыть багажник? Сейчас будет проведен носк. А у вас есть лицензия на оружие? Нет, на оружие лицензии нет. Ну, у вас есть патроны, но оружия нет. Рей Карпов это считается запрещенным? Какие патроны? Секунду, здравия желаю. Полковник Рей Карпов. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, да, миф-правда, патроны есть. А, покажите, пожалуйста, ваши лицензии, документы. Марк Чаплин, 7 лет в области. Правимте к нам в машину, пожалуйста. Присаживайтесь. Так, нынешний наш генерал-майор Конр Алгузин попросил меня помочь ему в собеседовании. Забил он его на 17.15, проведите, пожалуйста. Так точно, скоро прибуду. Так, ну, в общем, смотрите, уважаемые, как сейчас мы можем поступить. Я понимаю, да? Мы как бы молодой у нас в области, еще мало чего, да и понимаете. Я вам предлагаю следующее. Я предлагаю вам замять данное дело за некую сумму. Это взятка? Написал на конверте сумму в размере 50 тысяч. Нет, я не согласен. Это ваш точный ответ? Да, потому что я буду оспаривать. Подобные дела гораздо дороже стоят. Я беру в учет то, что вы всего лишь 7 лет в области, и поэтому делаю для вас такую большую скидку. Я говорю, я буду оспаривать это. Хорошо. Ну, а к минимуму вы готовы заплатить штраф за нарушение 8,3 КОАП, выезд на встречную полосу? Вы это тоже оспариваете? Да, с этим я согласен. Хорошо, давайте тогда разберемся с этим для начала. Выписываем, давайте, ему данный штраф. Все, игрок успешно платил данный штраф, все хорошо. Выведите, пожалуйста, на секундочку вновь. Так, давайте повторно проверим вас, пожалуйста. Марк, говоря по ОЦ, у тебя и вправду никаких патронов, ничего такого нету? Просто у нас выдают то, что есть. Странно очень. Нет, это у меня ничего нету, я отвечаю. Да нет, мне кажется, какой-то пак просто. Либо он просто не видит и все внутри их, я не знаю. Ладно, фиг с ним. Поехали, подбросим тебя куда надо. Ну, туда же, до машины. Я четыре раза просмотрел инвентарь, нихрена я не вижу. Это может быть баг функционала, может быть. Так, где мы, вот здесь, да, где-то снылись? Ага, вот. Да, вот, до машины. Все, давай, Марк. Давай, счастливо. Удачного вам дня. Так, хорошо, прибыли к нашему праздникскому участку, сейчас будем помогать на собеседовании. Ну, смотрю, желающих здесь довольно-таки немало. Уважаемые, в очередь. Сейчас я предупредил для вас собеседование в ГИБДД. Кто не будет соблюдать очередь, будет выгнан. Вот такие у нас вот радикальные меры. Дамир Ахметов, я к вам. Здравия желаю, полковник Рей Карпов. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Я к вам, он меня вообще не слышит. А ну-ка, давайте еще раз. Так, это, я так понимаю, нас не понимает. Следующий у нас Морти Бомжик. Игрок, 12 лет в области. Дальнобойщик. Так, хорошо. Меня одобрили на третий ранг, 2016-е заявление. Проверьте. Секунду, сейчас проверю. Так, а ну-ка, что-то я не понял, он пишет 2016-е заявление. Но я вот смотрю, вот 2016-е, нету какой-то вот Томми Тринити. А, нет, это он и есть. Видимо, поменял свой никнейм. Так, хорошо, давайте принимаем его. Ваше заявление одобрено. Все, выдаем ему также третий ранг. Александр Калашников. Здравия желаю, вы на собеседовании? Да. Поставил папку с документами на стол, после чего открыл. РП хорошо отыгрывает. Так, давайте смотрим. 7 лет в области, все нормально. Военный билет есть. Медкарта, полностью здоровый, все хорошо. Также лицензии на авто, но тоже наружу присутствуют. Единственное, надо бы еще сделать на мото. Почему хотите к нам? Помогать полиции. Каким образом? Участвовать в патруле со старшими по званию. Ну, хорошо, давайте опробуем. Выдадим ему давайте форму, ну а также примем в организацию. Хорошо, переодевайтесь. Следующие, кто на собеседовании? Так, ну, этому отказ. Итого в организации уже 15 человек. Товарищ полковник, ходите патруль. Я сейчас занят. Собеседование проводим. Люкс Герси. Здравия желаю, полковник Райкарпа. Вы на собеседовании? Да, я на собеседовании. Покажите, пожалуйста, ваши документы, уважаемый. Папка с документами за пазухой. Достает папку с документами, ищет паспорт. Достает паспорт, передает человеку напротив. Так, 15 лет в штате, военный билет есть, дальнобойщик. Я так смотрю, дальнобойщиков сейчас очень много, да? Так, ну, все хорошо. Можно, пожалуйста, еще вашу медкарту? Он роется в папке с документами, находит медкарту, передает человеку напротив. О, ты ж, откат. У меня нет медкарты, к сожалению. Тогда вам необходимо ее сделать. Тогда я потом уже, и далее, приходите. Ну, ладно, приду в следующий раз. Хорошо, да, будем ждать. Костик Винслов. Так, мне вот ребята помогают проводить данное собеседование. Хоть я их об этом и не просил, но ничего. Товарищ полковник, если нету на мото лицензии, то что? 538 жетон не пригоден, это я знаю. Покажите ваши лицензии, гражданин. Достал папку из кармана. На авто, на охоту, на оружие. Да, на мото нету. Вашу медкарту? Можно к вам, это что до сих пор надеется. Так, медкарта, полностью здоровый, все хорошо. И ваш паспорт, давайте напоследок еще взглянем. Так, ну отыгрывает команду, он все очень хорошо, это дорогого стоит. РПшников нам надо было больше в полицию. 13 лет в области, дальнобойщик. Так, военный билет есть, самое главное. Почему хотите к нам в полицию? Снизить уровень преступности. Это да, это надо. Костик, за мной. Так, 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 закрыл дверь на ключ. В общем, смотрите. В целом, все хорошо. Но единственное, вам надо будет сделать лицензию на мото. И желательно сегодня. Сейчас я выдам вам форму. Так же, давайте вернем ему документы. Хорошо, сегодня же сделаю. Прекрасно. Все, мы его инвайтнули. Можете переодеться. Фракционный обменник. Так, за все время, насколько вот я работаю, будучи полицейским. Давайте посмотрим, сколько вообще этих монет я уже накопил. По идее, это оно. Так, три сотни. И что мы можем за них сделать? Давайте посмотрим. Ух ты, да мне уже, по идее, это хватает на любой аксессуар из этого списка. Рюкзак Альтуфа. Рюкзак Зайца. Рюкзак Череп. Рюкзак Ролл. Молодорожный знак. Неоновый рюкзак. Прикольно вот, кстати, вот этот вот. Рюкзак Сердечки. Рюкзак Попугай. Ну, больше всего, у меня прикольнул вот этот вот неоновый рюкзак. Ну, а также рюкзак Альтуфа. Но возьму, скорее всего, вот такой вот неоновый рюкзак. Все, купили данный рюкзак за наши фракционные монеты. Ну-ка, давайте примерим. Оп, ничего себе. Нормально так. Красивенько. Думаю, на странном рынке за какие-то хорошие деньги его и можно да и продать. Данные фракционные монеты мне падают каждый пейдей. Так, ну, в принципе, все. Вроде как, кого нужно было принять, мы всех приняли. Этому нужен скриншот. Давайте его сделаем. Так, Тимур Хелл. Тот парень, который вахнулся от ареста. До сих пор находится в интерьере. Судя по всему, сыт, боится вылазить, зная то, что мы его найдем. А с вами патруль можно? Так, точно. Собеседование, в принципе, все. Можно считать, подошло к концу. Выезжаем по новой в патруль. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за просто мега неадекват? Мусора. Сейчас я тебе покажу мусора. Ща-ща-ща. К сожалению, мои сотрудники сейчас ничего не делают. Приходят сам выдавать ему розыск. Сейчас, судя по всему, и зетку сам буду выдавать и все остальное. Все, зетку ему выдали. Давайте его останавливать. Эх, жалко то, что они не стреляют по нему. Все что-то там разговаривают по голосовому чату. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да ездился, судя по всему. А ну-ка стоять. Готовый. Там чуть-чуть еще. Как ты едешь? Стой, зараза такая. А эти сидят, сидят, пердят. Пока они сидели-пердели, он уже машину себе починил. Товарищ полковник, может я поведу? Ну давай, давай. Веди. Оп, его тут уже зажали. Давай, давай. Давайте, давайте. Тушим его обратно. Как он ее реанимирует? Давайте, дамажим. Едем. Опа. Стой, зараза такая с пробитым колесом. Дальше. Каким-то образом он релогует свою тачку. Не знаю, как он это делает. Чуть-чуть еще. Чуть-чуть. Добить. Все, готов. Отличная работа. Вот сейчас вот сделали все красиво. Крилоб, ты их хорошо водишь. Так, мои хищники обрабатывают еще одного нарушителя, который я дрифтовал. Это Тимур Хелл, который ранее оффался, до сих пор находится в интерьере. Ну и сиди там, говнюк такой. Оп, уезжает. Давайте за ним, парни. Выдаю ему сам личный розыск. Чего? Нельзя бить розыск полицейского. Респечер сообщил, это сотрудник полиции. Какого звания? Черт его знает. Наш лидер вновь запустил собеседование. Вот тут инвайднул у кого-то Магомеда. Почему он прогуливает? Опа. Что? Не заехал, да, в дырочку? Да я... Козел такой. Возможно, кстати, то, что это ФСБшник. Короче, братцы. Прибыл я в этот город Эдова, где в последний раз я видел этого Тимура Хелла, который оффнулся из игры от ареста. Почему-то ранее не задумывался о том, что он, скорее всего, здесь и живет. Что вполне, скажем, вероятно. Есть тут квартиры, в которых он сейчас может обитать. Так, прямо сейчас я вот реально не поленюсь. Гляну каждый подъезд. Смотрим, давайте, владельцев этих квартир. Может быть, где-нибудь мы его да и найдем. Так, нет, здесь я его не наблюдаю. Хорошо, идем в другой подъезд. Также еще давайте обязательно наденем маску. Так, у нас тут спецоперация целая. Идем давайте дальше. Здесь у нас тоже никого. Так, следующий подъезд. Джосеф, Мишаня, Даша, Александр. Оп. Я иду к тебе. Так, а ну-ка, здесь статус закрытый. Интересно, я могу зайти? Нет, дверь закрыта, зайти невозможно. Блин, рано я смеялся. Странно, но резоним, насколько я знаю, даже в закрытые дома сотрудники полиции могут войти, а тут нет. Как полицейскому зайти в закрытую квартиру? Может, не знаю, какая-то команда есть? Ответ администратора. Здравствуйте, попросите его открыть. Ну, мне кажется, вряд ли он согласится нам открыть свою дверь, зная, кто его ждет тут. Но, окей, думаю, все это время он как раз-таки находится в этой квартире. Артем Мерли, здравствуйте. А вы новый сосед? О, тот самый. Привет. Он же у вас в полиции как раз работает. Да, я ваш новый сосед. Как вам соседи наши? Прекрасные люди. Особенно вот этот. Да, он сказал то, что он с ФБР, он говорит то, что нужно позвать админов. Скажите, по-моему, он ушел куда, нельзя зайти. Но по факту так и есть. Данный игрок оффнулся и далее появился вот в своей квартире. Ох, он уже админа позвал. Сейчас будем выкуривать. Приветствую еще раз. Здравствуйте. Видеозапись есть, как он? Смотрите, у меня есть видеозапись, где мы были в погоне за ним. Он уже вышел из машины, которую мы потушили. И далее он просто оффнулся из игры. Вот. И появился вот здесь. Так, пока что давайте условно отыграем РП. Достал отмычку. Производит взлом двери. Взломал дверь. Удачно. Опа, вот они его вытащили отсюда. А ну-ка теперь иди сюда. Какого хуя? Ля, опять оффнулся. Но на этот раз данный игрок, из-за того, что вышел из игры, он уже не попадет в себе в квартиру, он попадет в тюрьму. Опять оффнулся. Спасибо администратору. Не, ну по факту, если бы на этого говнюка мы написали бы жалобы на форум, он получил бы наказание гораздо жестче. А так, пусть немного почили в тюрьме, подумает над своим поведением. Газету про вас читал, много для города сделали. Ладно, удачи вам. Спасибо. Ну и что ж, парни, на этом данный видеоролик подошел к концу. В этом видеоролике мы с вами поучаствовали в спецоперации, помогли военным, провели довольно-таки немало времени в патруле, занимаясь ловлей различных гонщиков, но также преступников. Один из которых в нагло уаффнулся и в дальнейшем все равно получил свое заслуженное наказание. Помимо всего этого, мы также еще проводили собеседование инвратителей новых людей в нашу организацию. Если, брат, данная серия вам понравилась, мне, как всегда, будет очень приятно, если не забудете поставить лайк данному видеоролику, ну а также подписаться на мой канал, если же вы еще не подписаны. Должность генерала, я думаю, уже не загораем и думаю, совсем скоро все завершится. На этом все, всем желаю удачи.